Друзья, всем привет! Сейчас у меня в руках DJI Osmo Action. Я уходил в отпуск на прошлой неделе, и вот неделю снимал на эту камеру. Хочу сейчас поделить своими впечатлениями о ней и объяснить, почему на сегодняшний день, мне кажется, это одна из лучших экшн-камер, и она мне понравилась точно больше, чем GoPro 7. Но не всеми моментами. В общем, давайте я сейчас расскажу свой опыт использования DJI Osmo Action. Нет, стоп, подождите, куда поехали? Нужно сначала подписаться на канал, потому что, если вы еще этого не сделали, кнопка находится, вот как обычно, внизу под этим видео, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну а ссылочка на DJI Osmo Action, GoPro и Sony я оставлю все в описании, чтобы вы могли перейти, если вас заинтересует приобрести. Ну вот и теперь поехали! Выглядит Osmo Action в классическом формате экшн-камеры. Этот формат задал еще когда-то, много лет назад, GoPro. У меня тут на столе, кстати, и Hero 4, и Hero 3+, то есть я давно пользуюсь экшн-камерами, и в частности брендом GoPro. Но я вам хочу сказать, что это, пожалуй, вот самый такой проверенный форм-фактор, который лично для меня самый удобный. Я знаю, что многие используют Sony X3000, она у меня тоже есть для съемки влогов, и говорят, что ее действительно удобнее держать для съемки самого себя. Это да. Тут вот я соглашусь, наверное, Sony X3000 все-таки удобнее, потому что вы точно направляете на себя, и не можете там случайно угол неправильно выбрать. Но, с другой стороны, тут есть второй экран, о котором мы еще чуть попозже поговорим. Но, скажем так, я считаю, что Sony X3000 удобна для съемки влогов и для крепления на шлем мотоциклистам. Ну, то есть, чтобы она не сверху вот так была, как антенна, а есть крепление боковое, оно так крепится, и все очень аэродинамично классно получается. Во всех остальных случаях, мне кажется, что вот такой форм-фактор намного удобнее. Например, даже тоже крепление на голову, которое вот у меня есть, вы цепляете, и камера у вас аккуратно вот так вот никуда не выпирает, в отличие от экшн-камеры Sony, которые крепления на голову тоже вот такие вот боковые, крепление на грудь тоже удобнее с таким форм-фактором. В общем, тут можно долго перечислять, почему вот эта форма, она проверена годами, и реально для экшн-камеры она удобнее. Крепление новой DJI Osmo Action совместимы с креплениями GoPro. Тут, конечно, можно сказать, что ай-яй-яй, свое не придумали, но как конечному потребителю, мне, честно говоря, это очень понравилось. Дело в том, что за годы использования экшн-камер у меня очень много различных аксессуаров для GoPro. И прищепки, и всякие крепления на голову, на торс, куда угодно, в общем. А к Sony я за полтора года использования так, в общем-то, аксессуаров почему-то и не докупил, потому что вот самое интересное, на мой взгляд, продают как раз для GoPro. И вот совместимость креплений GoPro к DJI Osmo Action, по-моему, это очень замечательно, как конечному потребителю. Но, кстати, несмотря на то, что они совместимы, само крепление, которое даже есть вот в комплекте, две наклейки на 3M скотче, которые можно прицепить либо на плоскую поверхность, либо на шлем, на изогнутые, само крепление, оно немножко другое. То есть в отличие от креплений GoPro, которые защелкиваются вот таким образом, если у вас есть GoPro, вы знаете, как это происходит, то есть защелкнули, и потом вот пальцами вот так вот выдавливаете, и каждый раз себе бьетесь ногтями, то тут оно сделано намного изящнее. Тут поворотный механизм, то есть вы вот так вот наживляете, доводите до щелчка, все, и оно захлопнулось. Для того, чтобы снять, вы нажимаете кнопочку, прокручиваете, и оно снимается. Оно намного легче, и скажу честно, я вот за все годы использования GoPro столько раз бился пальцами об вот это крепление, чтобы снять его, ну просто невероятное количество раз. Я думаю, что если вы пользовались GoPro, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, тут совместимость вот самих вот этого элемента есть с GoPro, а само крепление уже другое, и я считаю, оно лучше. Кейс, который идет в комплекте, на самом деле, ну, как бы назвать его кейсом достаточно сложно, потому что это называется кейс-скелет, и он, в общем-то, очень похож на таковой у GoPro Hero 7. Защелкивается механизм, открывается задняя крышка, вставляется камера, все легко и просто. Ну вот, что мне понравилось больше, то, что в отличие от кейса GoPro, там, где вы нажимаете кнопки на самой камере, на кейсе DJI Osmo Action продублированы кнопки, за счет чего в этом вот кейсе-скелете намного удобнее их нажимать. Ну, то есть, вот на практике, реально, я проверил и могу со стопроцентной уверенностью сказать, что тут это делать удобнее. Ну, я сейчас про нажатие на кнопки, то есть, вы обязательно, вы обязательно будете этим пользоваться. Кстати, сама камера с пылевлагозащитой, она выдержит погружение до 11 метров, что на 1 метр больше, чем в GoPro 7. И мне кажется, это такой хитрый ход. Типа, нет, ну, у нас же глубже можно прыгнуть на метр, но глубже. Ну и, кстати, на DJI Osmo Action, вот эта верхняя часть, которая прикрывает сам объектив, она вот так вот легко откручивается, и вы можете поставить сюда какой-то MD-фильтр, поляризационный фильтр, цветной фильтр, какой вы захотите. И я уверен, что таких аксессуаров будет много, потому что даже вот на квадрокоптеры DJI есть огромное количество очень крутых и дорогих производителей, которые делают действительно качественные фильтры. И вот с точки зрения именно съемки, там, не просто себя вот так, а что-нибудь красивенькое так, чтобы использовать их, там, MD или PL-фильтр, то, мне кажется, аксессуары будут тут очень крутые. Но самым важным вообще отличием вот DJI Osmo Action от GoPro Hero 7 реально, в плане удобства использования, это, конечно же, дисплей. Причем, я говорю дисплеи, потому что их тут два, и вот именно, наверное, потому что их два намного удобнее. Основной дисплей, который я использовал во время съемки всего вокруг, очень яркий, с отличным антибликовым покрытием. Ну, чтобы вы понимали, я снимал прямо на дубайском солнце с максимальным ярким свечением. Во всех случаях я отлично видел картинку. Очень высокие углы обзора многое решают в тех случаях, когда камера закреплена в каком-то хитром месте, и вы нормально можете выбрать ракурс только под углом. К слову, интерфейс самой камеры работает очень здорово. Это так называемая Action OS, минималистичная оболочка, в которой, как мне показалось, можно достаточно быстро разобраться. Что мне еще понравилось, вы когда нажимаете на кнопку включения на DJI Osmo Action, камера на самом деле не выключается, она переходит в режим сна. Для того, чтобы ее выключить, нужно зажать кнопку включения, и тогда она только выключится. Так вот, быстрое включение, быстрая запись, тут действительно моментальная. Ну, прям вот с выключенного, с заблокированного экрана это происходит прям очень быстро. Вы нажали, и вот уже запись пошла. То есть вы не упустите важный момент. И для Action камеры, или для камеры для влогов, когда вы быстро что-то хотите сказать, или вы что-то увидели, хотите заснять, тут вот эта задержка между тем, между событием и тем, что вы начинаете его снимать просто минимально. И это важно. Единственное, что меня смущало, но я, в общем-то, привык, или даже можно сказать, смирился, это небольшая задержка вывода изображения с включенным режимом стабилизации Rocksteady. Вот смотрите, так вот с выключенным стабом, а вот так с включенным. Не могу сказать, что это плохо, но как минимум не всегда приятно. Надеюсь, это поправится обновлениями. Зато скорость работы самого интерфейса выше, чем у главного конкурента GoPro 7. Ну, смотрите сами. Кстати, тут и видно, насколько больше дисплей на DJI. Удобнее просматривать отснятый материал. Что еще понравилось? Для быстрого переключения режимов тут отдельная кнопка, которая ведет в карусельное меню, которое, к слову, настраивается. Если вы не снимаете таймлапсы, например, убирайте и не путайтесь в большом количестве иконок. Второй дисплей активируется двойным тапом двумя пальцами. Он квадратный, поэтому боковые части кадра отрезаются. К этому надо привыкать, потому что когда вы снимаете себя и смотрите на этот дисплей, то нужно понимать, что в кадре на самом деле попадает намного больше, чем вы видите изображение на этом дисплее. Но приблизительно концентрировать картинку очень удобно. Еще один важный момент. Я, когда снимал себя на эту камеру Osmo Action, я как-то вот машинально смотрел не в объектив, а на дисплей. Причем, что я научился уже во время съемки обзоров не смотреть на дисплей, который я тоже вижу, а смотреть в объектив. Тут же почему-то как-то вот оно так автоматически получалось. В общем, с этим надо бороться. К слову, картинка переключается достаточно быстро, когда вы тапаете по дисплею. Но, вот что мне не понравилось, во время съемки видео переключить это изображение нельзя. То есть, изображение показывается либо на основном экране, либо на дополнительном. И если вы уже начали запись и переводите изображение, допустим, снимали себя, потом перевели куда-то, то вы уже не будете видеть, что вы снимаете. С одной стороны, можно нажимать кнопку стоп, переводить изображение и потом заново начинать запись. Потому что, вообще, по-хорошему, во время монтажа вот этот вот сам момент перевода его убирать. Ну, потому что он некрасиво смотрится, вот эта смазанная картинка никому не нужна. Ну, вообще, сам факт, что вот во время съемки видео вы уже экран не переключите. Мне кажется, что это чисто какая-то программная штука и, возможно, с обновлениями это пофиксят. Можно будет это делать прямо во время записи. Мне кажется, так было бы удобнее. У камеры есть акселерометр и перед съемкой видео дисплей может вращаться на 360 градусов для правильного расположения горизонта. После начала съемки он, естественно, запоминает ориентацию. Мне понравилось, что можно снимать сразу вертикальные видео. Это идеально для сторис в Instagram. Не нужно потом как-то кропать картинку, сразу все снимается в правильных пропорциях. Что касается самой съемки, то вы сейчас видели примеры, снятые на нее в формате 4К 24 фпс почти везде с включенным цифровым стабом Rocksteady. Он кропает картинку больше, чем GoPro 7, но сама стабилизация на сегодняшний день, пожалуй, лучшая. При сноровке можно получить картинку сравнимую с трехосевыми стабилизаторами или даже какими-то слайдерами. Это очень здорово. Подробное сравнение с GoPro 7, кстати, по качеству записи видео есть уже на канале, но вот тут вот можно перейти и посмотреть. Можно снимать HDR-видео, но уже без стабилизации. Спасает при сложном освещении, но отсутствие стаба немного расстраивает. Что касается автономности, то эта камера без остановки может записывать видео в 1080 1 час 40 минут. Ну, около того. Это при нормальной комнатной температуре. На самом деле, показатель очень похож на GoPro Hero 7, но меня больше на данном моменте интересует, как она ведет себя при низких температурах. Потому что у GoPro 7 есть очень частый глюк, когда она моментально разряжается при съемке в минусовую погоду. То есть, 5 минут снимаешь и она уже вырубилась. Тут же, к сожалению, у меня пока не было возможности проверить, потому что везде, где я был с этой камерой, было больше 30 градусов и просто в морозе, ну, пока не проверил. Поэтому тут уже только покажет время. На сегодняшний день это приблизительно как GoPro 7 при нормальной температуре. Так как это видео не сравнение с GoPro 7, вы помните, где сравнение, вот тут вот в подсказочке, это скорее опыт использования спустя неделю. Что я вам хочу сказать, она мне понравилась больше, чем GoPro 7 как раз за счет двух экранов. Причем, как дополнительного, потому что удобно с себя снимать, ты видишь, что попадает в кадр, как он экспонировал картинку и так далее. Так и за счет того, что сам дисплей, вот этот основной, он больше, он ярче и у него очень крутое антибликовое покрытие. Ну и стабилизация. Ну вот прям очень-очень зашла и по ощущениям она намного лучше работает, чем у GoPro. Да, оно больше рубит края, у вас меньше угол обзора, но по факту у вас картинка супер плавная и мне кажется, это важно. Ну а что касается качества записи звука, вы можете сами послушать, вот опять же, в сравнении с GoPro 7, там очень подробно я записываю звук и туда, и туда, поэтому, если вот интересует это сравнение, вы помните, где оно. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я с радостью отвечу. Всем спасибо за внимание, ссылка на DJI Osmo Action находится в описании, обязательно переходите, ссылочка подписаться вот тут находится, вот сравнение, про которое я вам говорил весь обзор, ну и вот где-то, вот где-то место моего лица ссылка еще на DJI Osmo Action, так что вот было больше ссылок. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и яркого настроения. Пока!